Здесь были яблони. Вот где ванна стоит, там яблони было. Так она одна тут осталась, а одна тут стояла. Вишня была высокоросная. Светлана Петровна вспоминает, как на участке родного дома. Всё было почти 50 лет назад. Здесь сажали помидоры, здесь картошку, здесь отец хранил инструменты. В 18 лет Светлана Пашинина вышла замуж и уехала в деревню. Через некоторое время после смерти матери отец снова женился. Когда не стало и его, право наследования на участок и дом стали делить новоиспечённые родственники. В итоге здесь живёт внук мачехи, который не хочет пускать законную наследницу на порог. Это моё, моих родителей. Я баню с отцом корячилась, строила. Там мы всё это с отцом перегораживали. Этот вот пристрой мы с отцом делали. Мама уже болела. А почему я должна какому-то дяденьке оставить? Нет, я чужое не беру, я свою только. По завещанию отца Светлана имеет право на половину его имущества. Но отдавать долю добровольно второй наследник не желал. Пришлось обратиться в суд, который принял решение в пользу женщины. Правда, новоселье пришлось организовывать с помощью судебных приставов. На момент их прихода одного из наследников дома не оказалось. Он предупреждён, что сегодня будет производиться полноценное действие. Но, как видите, он проигнорировал это дело. Поэтому представители, взыскатели вскрыли входные двери. Сейчас меняются замки. Вторые ключи они передадут гражданину, который здесь проживает. Жить в этом доме женщина не хочет. Планирует продать свою долю, а на вырученные деньги приобрести другое жильё. Но пойдёт ли на сделку второй наследник, пока неизвестно. На данный момент второй наследник участка и дома так и не появился. Общаться с судебными приставами и второй хозяйкой он отказывается. Кому готовить деньги и оставаться здесь жить, а кому съезжать уже через несколько дней, решит суд. Павел Бимаков, Константин Головин. События.